всем привет друзья с вами варчик на фоне вы видите бой на танке до 95 и 6 за рулем нагибает дефундер а я вам расскажу последние новости по игре world of tanks разработчики видимо наконец-то начали понимать что карты у них не самые прекрасные и все-таки нужно ими заниматься хоть иногда и все больше и больше карт на супер тесте подвергаются изменениям новым правкам я надеюсь они станут лучше вот допустим изменение четырех карт ласвель карелия жемчужная река и берлин что они решили менять на карте ласвель и самая нужная ли эта карта в плане изменений конечно же есть сомнения но так или иначе в ущелье допустим на карте ласвель с одной стороны можно было заезжать на холмика с другой стороны нет это исправили ладно зачем там для лтшки на воде подвинули дом хз там были некие проблемы с просветом из города что-то изменится это нужно будет смотреть на карелии изменили проезды на плато что-то сделали шире что-то сделали уже но общая проблема этой карты не изменится поскольку проблема этой карты потому что посередине огромное болото и фланги очень сильно далеко друг от друга это исправит только одну проблему когда тяжелые танки не могут доехать до фланга на плато поскольку в огромные дыры между камнями они получают столько что просто не доезжают это конечно же улучшит проблему с турбосливами но общая им плейность этой карты остается на том же уровне на карте берлин там очередные изменения в городе где-то стенку сделали поменьше где-то домик подвинули вот в принципе и все единственное что реально будет значимое заметно это то что дырка в стене через которую много и стреляли в окно в окно врага который стоял там от башни ролл эта дырка будет теперь более адекватно видимой чем раньше на жемчужной реке она уже давно появилась у нас в игре наконец-то разработчики заметили что один респ заезжает на 4 секунды раньше другого на центр поэтому для нижней правой базы они там понарыли таких замечательных заездов на центр что там чуть ли не прямо ехать можно выглядит это все очень страшно надеюсь они доделают и будет она более менее вменяемо чем то что они там на тесте тестируют но такая проблема существует уже давно и таких карт с проблемами их много также существуют у нас проблемы еще и на карте штиль поскольку тяжелые танки они мало того что иногда не хотят ехать на фланг для тяжей поскольку боятся не доехать они просто бросают этот фланг и из-за этого бой получается скомканный и практически сразу его отдают либо едут туда и не доезжают разработчики это поняли и начали тестировать добавили там больше скал подвинули их так чтобы они закрывали больше проезд на фланг для тяжелых танков поэтому желание поехать туда и поиграть в игру будет больше и возможность тоже также еще для нижнего респа сделали улучшение для арты если с базы смотреть то справа скалу подвинули так чтобы можно было союзника прикрывать ну в принципе какие-то неплохие изменения нужны на некоторых картах мы видим но это только на тесте по словам вот экспресс эти изменения появятся у нас в игре через пару патчей это не так уж и быстро да и к тому же есть еще огромное количество карт которые требуют изменений их пока что даже на тесте не видно совсем скоро буквально с понедельника стартует разведка боем там будет шесть карт три новые три старые там понаделали всяких прайм таймов на каждой серваки грубо говоря с 10 часов мск и до часу ночи можно будет поиграть в этот режим на протяжении двух недель в этом году включение такое будет всего лишь одно поэтому рекомендую вам на две недельки подрубить этот режим и катать именно в нем поскольку в рандоме скорее всего останутся одни лопухи дырявые и засохшие и вялые с ними лучше не встречаться а вот покатать новые карты по развивать свой скилл в плане быстрой ориентации на новой местности это всегда интересно разработчики в своем видео также поблагодарили огромное количество людей которые поучаствовали в прошлой разведке боем поблагодарили игроков за прохождение опросника после прохождения режима разведка боем и улучшили этот опросник можно будет на карте отметить то место про которое вы хотите рассказать описать что там не так или что там так будет удобно ясно и понятно также можно будет отметить на какой технике вы играли на какой карте я думаю опросники эти будут более-менее даже качественные поскольку раньше было тяжеловато все это описать также две карты прошли этот режим успешно и после разведки боем они отправятся к нам в режим рандомные бои карта застава появится у нас в сентябре а устричный залив у нас появится в начале следующего года как говорят разработчики это по популярности самые первые карты моя же любимая воздушная гавань отправляется на второй круг разработчики там изменили на центре какие-то домики для лт и на огромном фланге с полями за железкой они сделали фланг для стэшек и вообще железку убрали а вот фланг для тяжей который я вас нам играл не изменили он мне в принципе нравился я эту карту на тяжах играл не исключаю что на карте воздушная гавань я не играл на лтшках там каких-то ли птшках может быть что-то там им и нужно было но со своей стороны как для тяжелого танка я был полностью доволен что в принципе и так и получилось что фланг для тяжелых танков не изменили поскольку там все готовы и так надеюсь моя воздушная гавань пройдет второй круг успешно и отправиться к нам в рандом но будет это очень не скоро поскольку как мы видим карты добавляют раз полгода спешить они вообще не хотят что по поводу возвращения карты харьков и минск ничего разработчики не сказали а в разведке боем и старых карт у нас мы уже поняли что будет воздушная гавань которую изменили в центре и на зелени также у нас будет еще каньон и дальний восток на карте дальний восток там добавили больше укрытий на взлетной полосе также на фланге для тяжей там за недостроенным городом каких-то укрытий больше сделали да и со взлетной полосой там тоже понаделали каких-то еще дыр непонятных короче надо будет смотреть ну и новые карты и никеевка аквила и клостер таль все эти новые три карты имеют и город и зелень будет интересно на них поиграть посмотрим они в основном симметричные также в режим стальной охотник добавят новые задания и с 11 по 30 июня можно будет больше получать очков боевого пропуска и больше стальных печатей можно будет за одно выполнение задания получить 30 очков боевого пропуска в день это довольно таки внушительно если заходить по быстренькому выполнять задания то можно там и 50 бон в день форма 0 и 30 очков боевого пропуска что в принципе так неплохо по поводу стальных печати я не знаю они мне в принципе не нужны но вот боевой пропуск когда быстро проходится это прикольно мы видим много новостей связанных с картами это хорошо это меня очень радует поскольку карты на мой взгляд в удручающем состоянии пора ими заниматься разработчики что-то там в эту сторону работают но очень медленно в плане добавления новых карт прям уж очень медленно раз полгода на карта это прям даже когда они уже готовы вроде как на этом у меня все новости спасибо что смотрели подписывайтесь ставьте лайки пишите в комментариях как вам изменения и режим разведка боем сам бы варчик писать красиво пока